Дорогие друзья, продолжаем нашу программу. Мы сегодня говорим о том, как вода влияет на качество нашей жизни. У нас сегодня в гостях доктор медицинских и философских наук Иван Егорович Головинов. Итак, Иван Егорович, каким же образом можно записать на воду полезную, нужную для человека информацию, чтобы наша жизнь была хорошей, удачной, благополучной? Что для этого нужно делать, я думаю, что вы нам сегодня расскажете. Вот давайте начнем с того, как наши мысли влияют на воду, наши эмоции, и как вода влияет на наши эмоции, и мысли, что здесь можно сделать? Как происходит технология вот этого? Начнем с того, что человечество, слава богу, уже созрело до того, что начало очищать воду, интенсивно очищать воду. Сегодня во всем мире модно пить просто сырую, некипяченую, чистую, очищенную воду. В Европе особенно это заметно. Молодежь ходит с бутылочками воды, пожилые люди ходят с бутылочками воды. Не пиво, подчеркиваю, как у нас в России, а воды. Это стало быть здоровым полезно, быть здоровым сегодня модно. Да, удачливым. Да, удачливым и здоровым модно. Следовательно, нам и в России нужно развивать эту культуру. Но сегодня уже появилась необходимость говорить и о информационном состоянии воды. То есть вода не только должна быть чисто химически, она должна быть правильно информационно заряженной. То есть полезной для жизни человека. Да, да, да. В старые древние времена это делалось очень просто. Над водой нужно было почитать отче наш и после этого приступить к трапезе или выпить воду. Но это и сейчас можно сделать. Или умыться. Это можно делать и сейчас. Люди, которые обладают, скажем так, религиозным убеждением, верят в это. Это очень важно, верят. Они могут делать это именно так. Прежде чем умываться или принять ванну, нужно над ней помолиться. Это часто все так делают. А можно просто сказать хорошие слова. Я говорю, люди, которые не имеют таких убеждений религиозных, они могут просто сказать, «Добрый день, вода, какая ты красивая, я хочу искупаться в тебе, дай мне сил, дай здоровье». То есть что угодно. Любые позитивные эмоции и мысли сказать вслух. Японский ученый Емото, его по-разному называют, провел эксперимент и сделал вывод, что лучше всего воду очищает сочетание слов «благодарность» и «любовь». Вот эти два слова. Это его исследование. Дело в том, что тут есть некий аспект. Дело в том, что воду очищает любая структуризация. То есть все, что растворено в воде, соли, минералы, это все, что вкраплено вот в эту макромолекулу, в кластер. Когда мы вызываем искусственное разрушение, а любая мысль, форма, слово, в первую очередь происходит что? Распад этих молекул. И то, что имеет более тяжелую молекулярную массу, начинает выпадать в осадок. А кластер формируется уже под новым воздействием, принимает какую-то новую конструкцию. Может быть, даже и плохую. Может, даже и плохую. Поэтому это не совсем так. Но другое дело, что сама информация благодатная, хорошая, позитивная, попадая в наш организм, а мы водная среда, начинает передаваться от молекулы к молекуле. И мы начинаем получать хорошее настроение. Вода с позитивной информацией создает в нашем организме позитивное настроение, позитивные мысли, естественно. И мы готовы жить, созидать, творить, мыслить. Почему во все времена, в русской традиции, не только в русской традиции, но на Руси были так называемые подблюдные песни. Помните, песни, которые пели под блюдо? Под чарку пели песни. Ну, сейчас у нас это просто тост называется, когда мы выпиваем со знакомыми людьми, с друзьями. Это тоже ведь очень важно, что тебе говорят во время тоста. И что думает тот человек, с которым ты, так сказать, потребляешь вот эту жидкость. Дело даже не только в жидкости. Вся еда, которую мы кушаем, она и есть для нас не только источник протеинов, жиров, белков, углеводов. Она еще и источник воды, которую мы получаем из пищи. Поэтому, когда за столом говорится тост, за столом говорится, либо монахи за трапезой читают молитву, ничего не меняется. Либо мы говорим позитивные мысли вслух в виде тоста, либо мы говорим, читаем молитву. Это звуковая информационная подача. И это очень важно. И это очень важно. Это тоже наше здоровье. Многие мужчины меня поймут, что в застолье бывает тяжелая рука у человека, легкая рука у человека. От одной рюмки человек может моментально опьянеть, а от другой бутылку выпьют два друга. И не в одном глазу. Такие ситуации тоже бывают. Это, оказывается, зависит от... А это зависит от того, какая энергия у человека, с какой мыслью. Хозяйка готовит ужин, все же прекрасно знают. Если настроение плохое, ужин никакой. Потому что все это понимают, что хозяйка ужин готовила с плохим настроением. И есть такая и другая. Вот, например, когда у женщины месячные, в это время нежелательно женщине работать на кухне, делать пищу, печь. У нее никогда не подымется хлеб, у нее не подымется тесто. Потому что идет перестройка, организм работает, очищение идет. То есть связь прямая и совершенно понятная. То есть и мысли, и звуки, все влияет на воду. А вода основной информационный носитель на земле. Как быть, если рядом с человеком, который позитивно, предположим, мыслит, и у него все хорошо, находится человек, который постоянно излучает вот эту негативную энергетику и влияет на этого человека? Ведь вот ссоры в семье, да, какие-то конфликты на работе, начальник, который тебя критикует или ругает, как это оказывает влияние, и какой здесь механизм воздействия? И что с этим можно сделать? Ну, на самом деле, могу посоветовать несколько интересных ходов, которые используют современные гомеопаты, которые занимаются гомеопатией, используют психологи, которые занимаются в области энергоинформационной медицины. То есть между собой и между оппонентом, который вам неприятен, и вы знаете, что разговор будет неприятным, или же постоянно у вас какие-то конфликты с этим человеком, вы можете поставить чашку с водой, вы можете поставить бутылочку с водой, и после окончания разговора выпейте 2-3 глотка этой воды, остальную выплесните. Вода записала всю информацию, и негативную, и позитивную. Это чистейшей воды гомеопатия, подобное подобным. Вы выпили 2-2 глотка, вы запустили программу стирания этого негатива, всего, что произошло. То есть это гомеопатическая лекарственная форма от вот этой негативной энергии, так её можно назвать. Ну и опять же, многие говорят, вода уносит все печали, вода унеси мои беды. Придите домой, примите хорошую ванну, и вся грязь информационная, которую вы за день нахватали, просто-напросто уйдёт от вас. При этом очень хорошо с водой использовать ароматические масла, ароматические пены. Дополнительный способ стереть грязь на информационном поле с себя. У нас есть очередной звонок в студию. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Откуда вы нам звоните? Из Пензы. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. А можно зарядить воду, чтобы у ребёнка всё было в жизни потом хорошо? Спасибо. Вы так волнуетесь, у вас какие-то проблемы? Ну, не то, что сказать проблемы, а просто внук растёт, и за него переживаешь. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Можно спросить? Да, конечно. Вы православный человек? Да. Ну, если вы православный человек, тогда я вам могу пошире спектр предложить. Ну, первое. Для того, чтобы у вашего внука или близкого человека всё было хорошо, существуют различные молитвы, которые в православии на удачу, на здоровье, на успех, на многие вещи. И на Руси испокон веков практиковалось, когда отправляли близкого человека в солдаты, на войну, в армию, делались так называемые обереги. Бралась натуральная ткань, шерстяная или волосок, то есть какая-то интимная вещь такая, да, обязательно натуральная. И на неё начитывалась молитва. И между матерью и ребёнком всегда, всю жизнь сохраняется информационная связь. Так называют, есть такое понятие, пуповина отрезана, ребёнок стал самостоятельным. Вот эта пуповина, она энергоинформационный канал, он работает всю оставшуюся жизнь. Именно с матерью? С матерью, да, только с матерью. А если бабушка, извините. Вы все находитесь в родовой связи. Ваша дочь с вами, ваш внук с вами. То есть вы можете, как говорится, позитивные мысли и молитвы обращать к дочери, а через дочь всё будет переходить на её потомство, на внука. Можете прямо, непосредственно. В общем, православие ведь это не просто верование. Это некая исторически тысячелетиями сложившаяся система сохранения духовно-энергетической чистоты человека. Она в такой форме преподнесена. Любая религия – это способ народа или этноса сохранить свою духовную чистоту. А форма, в которой это обличено, это уже другой вопрос. Вот я лично вам порекомендую, я сам это делаю. Если у меня есть потребность, или я чувствую, что моим близким людям плохо, я иду в храм, не умею я молиться или умею молиться, это не важно. Насколько вы воцерковлены, тоже не имеет значения. Да, насколько я воспитан в этой религии. Я просто ставлю свечу у кого-то перед какой-то иконой и прошу, чтобы с этим человеком не случилась беда или он был здоров. Поверьте мне, мысли материальны. И эти мысли для взаимодействия на уровне энергоинформационных полей, да, не существует времени и пространства. Связь молниеносная. И вы можете, когда ваш внук с вами, вы можете точно так же говорить хорошие слова на пищу, которой вы его кормите, пироги, которые печете, фрукты, которые вы ему даете. Ведь это же было в нашей религии. Раньше за стол садились и читали эту молитву всей семьей. То есть вы уже передаете весь свой позитив ему таким образом. А если он где-то далеко, вы не можете такие реальные вещи делать, как напоить его чаем у себя дома, со своей душевной теплотой, да, как у бабушки, то сходите в храм, помолитесь, как можете. Это не принципиально. Не принципиально, потому что все мы состоим наполовину из воды, и, как мы сегодня говорили, это все записывается на информацию. И все равно это ваша мысль, она материальна, она дойдет до вашего внука. И, поверьте мне, ту полезную информацию обязательно донесет. Спасибо. У нас еще один звонок, Иван Гриш, давайте ответим. Алло, говорите, вы в эфире. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Откуда вы нам звоните? Я звоню из Барабинска, это Новосибирская область. Очень приятно. Хотелось бы узнать, вот, грудное молоко, у меня скоро будет малыш, и я хотела бы узнать, как действует грудное молоко на ребенка. Можно ли вот с помощью грудного молока изменить судьбу или наделить его какими-то определенными качествами в жизни, например, на доброта, там, еще что-то. Спасибо, спасибо. Можно ли добротой наделить? Я очень рад тому, что у вас будет ребенок. Это всегда величайшее событие в жизни семьи, да. Но я должен немножко, как бы, вот, сказать, что через молоко мы передаем ребенку, ну, в основном, как бы, мы вскармливаем молоком. Да, естественно. Молоко тоже состоит из молекул воды, в большей степени 75-80%. Вот. Вы передаете ребенку себя саму, то, что заложено в вас самой. Кроме того, через молоко вы передаете ребенку первоначальную, так называемую, бактериальную флору. То есть, ацидофильные и бифидумбактерии, которые развиваются и растут в кишечнике у ребенка в течение первых трех месяцев, они попадают ему в первую очередь с молоком мамы. То есть, вы делитесь своей микрофлорой. То есть, они помогают, дают жизнь. Да, дают жизнь, да. Ну, зарядить ребенка на перспективу, это очень сложный моральный, психологический процесс. Вся ваша жизнь, это будет посвящена тому, чтобы сделать его добрым, умным, талантливым, красивым, в общем, человеком с большой буквы. Вот. И ваши поступки, ваша любовь, это все будет оказывать влияние. Говорить о том, что через молоко матери это все можно передать, нет. Есть некий потенциал, которым обладаете вы и ваш род, ваша семья, вашего мужа семья. Это в какой-то части будет представлено в ребенке, когда он родится. Но что разовьется из него, будет зависеть целиком и полностью от того ореола психологического, от того воспитательного процесса, которым вы его окружите. Как вы будете себя вести, ваши действия, ваши поступки, ваши мысли, все это будет формировать. И сразу предупреждаю, закладка всех этих процессов длится примерно до трех лет. После трех лет процесс создания умного, талантливого, доброго, красивого, духовного очень сложен становится. Он уже больше не воспринимает. Основы закладываются до трех лет. Будьте очень внимательны в это время. Не ссорьтесь, не ругайтесь, любите друг друга, отдавайте ребенку любовь. Он вырастет красивым и гениальным. У нас еще один звонок, и мы дальше продолжим разговор. Как можно изменить свою жизнь при помощи правильной информационной зарядки воды? Пожалуйста, говорите, вы в эфире, мы вас слушаем внимательно. Алло. Алло. Да. Что, вы сказали? Да, мы сказали. Теперь мы слушаем вас. Откуда вы нам звоните? Владимир. Очень приятно, Владимир. Город Владимир, мы вас слушаем, пожалуйста. А мне не ложить? Телефон не ложить? Нет, вы говорите в трубочку. Да. Вот мальчик в компьютер играет, я у 12. Да, и потом нервничает, вот это психует. Так. Еще мягко... Беспокоитесь за него, да? Да. Что с этим можно сделать, да, при помощи воды? Спасибо, спасибо. Мне положить трубку, да? Можете положить? Да, положить. Дело в том, что компьютер, как источник электромагнитных полей, это очень вредное, особенно для подрастающего организма воздействие. Может быть, тоже бутылочку с водой поставить? К сожалению, бутылочка с водой, она частично, конечно, снимет негатив. Но воздействие электромагнитных, информационную компоненту водичка снимет. А воздействие электромагнитных полей на организм ребенка, оно оказывает очень негативное влияние. Поэтому единственный способ, подчеркиваю, сегодня на рынке оздоровительных технологий появилось очень много различных, так называемых, защитных устройств, которые защищают от компьютеров, от сглазов, от порчи, от прочего. Скажу честно, ну, на 90% бред, конечно. И единственный способ защититься, это минимализировать время пребывания ребенка у компьютера. Четко регламентировать, хочется ему, не хочется, нравится, не нравится. Если хотите, чтобы ребенок, особенно 12 лет, идет самый серьезный процесс закладки, гормональные процессы, и ломка голоса в этот момент начинает меняться, и половая сфера начинает формироваться. В этот момент нужно минимализировать. Четко, 2 часа в день, к примеру. Поэтому не пересиживать и не будет. Не пересиживать и не будет. А вот то, что он нервный, агрессивный, это как следствие влияния на него этих электромагнитных полей. Излучения. Излучения. Да. Иван Игоревич, давайте продолжим, чтобы мы, хотя у нас есть еще звонки, я думаю, что нас подождут, и мы ответим потом на вопросы телезрителей. Как быть? Вот вы сейчас упомянули сглаз, порча, да, это такие народные названия. А с точки зрения науки, что происходит с человеком, да, поскольку, опять же, мы состоим из воды, как, что в нас изменяется в худшую сторону из-за информационного негативного влияния? Понятен вопрос. И что с этим можно сделать? Конечно, это старинное название, порча сглаза. Сегодня эти процессы называются энергоинформационный вирус. То есть человек, который подумал плохо или говорит плохо, неважно, как он это делает, в виде какой-то заговора, наговора и так далее, он создает информационное поле. Он создает негативно, отрицательно заряженное информационное поле. Которое считывает наша вода внутри нашего организма. Которое попадает на наше биополе и начинает через него как бы внедряться, записывая свою негативную информацию. Стирая ту природную, которая в нас заложена. Хорошую. Это и есть тот самый энергоинформационный вирус, который со временем, если ему удастся преломить нашу защитную барьерную систему, дать свое физиологическое, реальное воплощение на уровне органов, тканей и болезней. То есть сначала мы себя будем просто плохо чувствовать, мысли будут негативные в голове формироваться, потом мы будем чувствовать какие-то другие проявления. В конце концов это может привести к болезни и даже к смерти человека. Словом можно убить. Это знали все всегда и это сегодня совершенно научно-материально обоснованное выражение. Словом можно убить. Да, слово можно спасти, слово можно полки за собой повести. А сегодня к этому можно еще добавить словом и информацией можно убить. Да, информационные войны. Не зря во всех странах мира, в секретных службах были, есть и существуют отделы, которые занимаются энергоинформационными технологиями. Человек, который научится управлять мыслеформами, научится управлять вселенной. Конечно. Что делает ваша методика с этой точки зрения? То есть как вы записываете полезную, нужную для человека информацию на воду, да? Я так понимаю, что потом человек должен пить эту воду и с ним будет все более-менее хорошо. В основу моего метода я положил воду. То есть мы говорим о том, что мы водная среда. То есть все процессы в организме человека можно корректировать, выравнивать при помощи воды. Вода должна иметь определенную правильную конструкцию, шестиконечные звездочки. А на нее можно наложить в виде модуляции информационные компоненты. Я в своей методике разработки использую частоты колебания клеток трав. Испокон веково известно, что травы, то есть фитотерапия, это медицина, это серьезная медицина. Вся фармакология вышла из фитотерапии. Но только сегодня стало известно, что травы несут в себе полезный компонент не только химическим составом, теми веществами, которые в разных травах преобладают, содержатся витамины и прочее, но и колебания клеток трав. У каждой клетки человека, органа, ткани, системы, есть аналог в живой природе, в растительном мире. То есть они и духовно на нас влияют? Конечно. Первая форма жизни на Земле, первый эксперимент природы, это была растительная форма жизни. Иван Ильич, у нас осталось несколько минут до окончания программы. Я хочу, чтобы вы успели нам сказать. И что? Вот вы записали это все положительное. Мы записываем на воду. Сколько нужно человеку вашей воды выпить, чтобы убрать негатив из жизни? Мы выводим 2,5 литра в среднем в сутки. Так. Такое количество нужно вернуть. И вот это 2,5 литра мы специальным методом обрабатываем, записываем на нее 40 трав, которые стимулируют выведение шлаков из организма, стимулируют, создают в организме среду непригодную для жизни патогенных микроорганизмов и стимулируют детоксикацию жидких средств. И вот эта полезная информация, которую вы в течение дня выпиваете в виде простой, чистой энергоинформационной воды, замещает ту воду, которую вы вывели, грязную. Идет замещение. Плохая вода вышла, чистая, качественно вернулась. Это оздоровительная технология. Замечательно. То есть, если рядом с вами находится источник постоянно негативной информации или излучения, не знаю, там, злая теща, грубый начальник, да, не знаю, там, нехороший человек, то сколько, как часто нужно пить в течение дня вашу воду? Достаточно просто в день выпивать 30 мл на килограмм вес. Это суточная норма. Через сколько? Информационно заряженный. Вы можете сами этот алгоритм для себя составить. Через каждые 2 часа 250 грамм или через час, неважно. Но когда источник негативный реален, то лучше больше пить этой воды. 2-300. Чем больше вы выпьете, тем больше вы сотрете негатива и больше внесете в себя позитива. Тогда эти люди... С негативной энергией надо бороться. Совершенно верно. Тогда эти люди не будут на вас, так сказать, не возымеют на вас... Не окажут, правильно, не окажут существенного влияния на ваши будущие физиологические вещи. Да, и психологические в том числе. Да. Не испортят вам жизнь. Не испортят вам жизнь для начала и не получится продолжение на уровне здоровья. Спасибо. Давайте ответим на последний звонок. Дорогие друзья, если мы не успеем ответить на все ваши телефонные звонки, пожалуйста, в течение 15 минут после окончания программы вы можете звонить на наш телефон. Пожалуйста, мы вас слушаем. Если вы еще остались на линии... Алло. Есть звонок? Есть звонок или нет? Наверное, нет. Ушел человек. Тогда подводим итог, Иван Горьевич. Подводим итог, все-таки как можно простому человеку в простых домашних условиях, скажем так, стереть со своей водной среды негативную информацию и зарядить себя на позитивную? Если у него под рукой нет вашего прибора, да и нет вашей воды? Ну, я всегда говорю, главное не прибор. И главное, любой человек, первое, должен знать, что вода в первую очередь должна быть чистой с точки зрения химического его состава, слабо минерализованной, чтобы не создавать дополнительную нагрузку водящим системам. И третье, когда берете воду, возьмите ее в руки, подержите, скажите что-нибудь хорошее, произнесите любую хорошую мысль, любую позитивную энергию и выпивайте. Сразу же выпивайте, ни в коем случае не оставляйте, потому что вокруг нас огромное количество полей, которые тут же этот позитив сотрут. Держите в руках, сказали что-то доброе, здравствуй, вода, какая прекрасная погода, какой чудесный день, спасибо Господи, что я живу на этом свете. И выпейте эту воду. Вода эту позитивную информацию внесет в вашу экосистему. Это будет хорошая вода. Вы знаете, есть такая традиция, может быть, она несколько смешная, такая наивная. Если, допустим, в стакан воды на ночь загадать желание и поставить, заснуть и поставить рядом с собой, да, и, так сказать, окунуться в сон, то исполнится ли это желание? Это из разряда, конечно, гаданий. Да, это из разряда мистики. Но насколько это возможно? Я думаю, что нет под этим основы, потому что вода... Нашептать на воду. Когда человек спит, он отключается от внешнего восприятия, он ничего не генерирует в пространство. Его вся система замыкается в внутренний самоанализ и регуляторно-восстановительные процессы идут. Тогда лучше не спать, а просто сказать что-то, да, и выпить эту воду сразу. И выпить сразу, потому что пока вы будете спать, неизвестно, что с той водой случится. Конечно. Может, кто-то другой что-то на неё наговорит, а вы утром её выпьете. Замечательно. И вам станет плохо. Ну, то есть что ж, вода всему голова. Мы сегодня об этом с вами поговорили. Большое вам спасибо. И голова, и ноги, и руки. И ноги, да. И всё тело в целом. Спасибо вам огромное за сегодняшнюю полезную информацию, которую мы сегодня получили. Дорогие друзья, я думаю, что эта беседа была полезна для всех нас, потому что мы каждое утро пьём чай, пьём кофе, пожалуйста, думайте о том, что вы пьёте, потому что качество воды – это качество нашей с вами жизни. И помните о том, что из любой ситуации всегда есть выход. И в этом вам поможет нить Ариадны. Ваш надёжный проводник в лабиринте жизненных проблем. До свидания, до встречи через неделю, и будьте счастливы.